Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», 16-й тонн, вопрос 3089. «Какие упрёки в свой адрес более всего слышите от священнослужителей?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда делаем сравнение с тем, как было в апостольские времена и как сегодня есть, мы ссылаемся на книги, какие есть почти укажив священника и на словари. И становится видно, что то, без чего сегодня нельзя уже и богослужение провести, что кажется незываленным, установленным самим Господом Богом, на деле обстоит иначе. Совершенно никакого отношения не имеющего к делу спасение сегодня выдвинулось на первый план. С какой же лёгкостью невозрождённая природа человеков согласилась на изменения в общении с Богом, на изменения явного против Писания идущей? А вот чтобы сегодня вернуться к прежнему, это немыслимо даже в виде вопроса задать. Попы буйствуют, они заражены атмосферой кайфа дымного, они без целования рук жить не могут. И столько раз целуют и целуют руки, а они архиерею. А заповеди прямые указания Божьи в пренебрежении заплёваны. И как только укажешь им на исход с того, что есть у нас, с Библией они тут же пророчат, что мы уже почти ушли в сектанты. Нас ещё вроде только причастие удерживает, или что-то подобное из области ахинеи несут. Мы, зная доподлинно, что в православии тотальное отступление топольских установлений, сносим сие варварство поповское, и хотя медленно, но движемся вперёд, работаем с ними. А вот они тут же наводят панику и клемят нас с отступниками. Согласна и на это, но вопрос остался открытым. Отчего мы отступили? Мы ведь только спросили и хотим, чтобы душа была привязана ко всем умом, всем сердцем, всей душой и всей крепостью к Богу, к Его Слову, а не к тому, что не первоапостольское и, конечно же, не первостепенной важности в деле спасения. Мы желаем, чтобы верующие знали, хотя бы по курсу сокращённого православного словаря, что означает слова и когда возникло то, что рядом с нами. Празднование Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля, старого стиля, или от 4 апреля до 8 мая, нового стиля. Происхождение Палицы неизвестно, вероятно, передначально это был плат для оттирания рук. Антиминц берёт начало от возникновения в ранние христианские времена обычая совершать литургию на гробницах мучеников. Впоследствии при увеличении количества храмов и престолы стали вкладывать только частицы мощей. На рубеже XVIII и XIX веков частицы мощей стали вшивать в материю и полагать их поверх престола. Амвон, часть солей, выдающаяся полукружием центра храма напротив царских врат, служит для произведения проповедей и чтений Евангелия. Изначально алтарём назывался, собственно, престол. Впоследствии, когда восточная часть храма стала обособляться и отдельно отделяться иконостасом, название алтарь распространилось на всю отделённую иконостасом часть храма. С произнесением особых молитв священник вырезает копьём часть просфоры в форме куба. Оставшиеся части просфоры называются антидором. Такой способ приготовления литургического хлеба возник, по-видимому, в IX-X веке. С этого времени он начинает упоминаться в богослужебной литературе. Артос. Квасной дрожжевой хлеб, освящаемый в день Пасхи. Перевод с греческого «хлеб». Артос раздаётся мирянам в субботу, пасхальной неделе. Символически изображает ягнёнка, который закалывается иудеями в пасхальную ночь. Чин архимандрита. Появился в Восточной Церкви в V веке. Так именовались избранные архиереем из угуменов лица для надзора над монастырями епархии. Впоследствии наименование архимандрит перешло к начальникам, вознейшим монастырей, а затем к монашествующим лицам, занимающим церковно-административные должности. Навершие богослужебного посха епископа увенчивается крестом. Сама форма навершия бывает двух видов. Древняя форма, первая, восходящая к VI веку в виде перевёрнутого якоря. И вторая форма, распространившаяся в XVI и XVII веках в виде двух змей, извивающихся кверху. Отличительной особенностью русских посхов является сулок, двойной платок у навершия, предохраняющий руку от мороза. Просфора Греческое приношение С греческого перевода Богослужебный литургический хлеб, употребляемый для Таинства Евхаристии и для поминовения во время прескомедии живых и мёртвых. Гготовится из квасного троездрожжевого теста, состоящего из пшеничной муки, воды и соли. На просфоре помещаются изображения. Для этого тесто отливается в специальные формы креста с надписью Иисус Христос Ника, Иисус Христос Победа, или образ святого. Просфоры делаются двухсоставами, то есть из двух половинок, в знаменование двух естеств Иисуса Христа, Божественного и Человеческого. Рипида, по-гречески Апахала. Апахала с изображением Серафима, принадлежность архиерейского богослужения. Рипиды возникли на Ближнем Востоке, где ими отгоняли во время литургии летающих насекомых. Символически изображают ангельские силы. Богослужебную практику Саккос стал входить в XI-XII веке, когда облачение Константинопольского патриарха, затем перешел к другим восточным патриархам, к московскому митрополиту. А с XVI века на Востоке и с начала XVIII века в России стал облечением всех архиереев, заменив Филон. Слово «скит» происходит от названия одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV-V веках были уединенные поселения монахов. «Стихаль» одевается диаконом поверх подрясника. «Стихаль» символизирует одежду спасения, ISI-61-10, и шьется из материи светлого цвета. Происхождение восходит к античной тунике. Пустынники, принявшие затвор в замену отшельничества, стали именоваться монахами Великой Схимы. Впоследствии затвор перестал быть обязательным для Схим монахов. Херувимская песня является приготовительной к достойному присутствию и в участии в Ехаристии. Составленная и введена в употребление в VI веке в Византии. Называется она по начальным словам «Иже Херувимы». Матвея, 19.8 А сначала не было так. Исайя, 28.13 «И стало у них слово Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут на взничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Иоанна 5.44 «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищете?» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok